Изначально я планировал сделать данное видео после третьего этапа Кубка Раф Но второй и третий этап прошли не лучшим образом Пойдем по порядку Второй этап Кубка Раф проходил на английской трассе Донингтон Парк Трасса достаточно специфичная Но если просто взглянуть на нее, то сразу можно сказать одно Обгонять на ней та еще задача Трасса чем-то напоминает Хунгароллинг Но в отличие от того же Хунгароллинга Здесь есть пару мест, где все-таки можно произвести атаку Кстати да, говоря о Хунгароллинге Данная трасса встретится нам на следующем третьем этапе Кубка Раф Но пока что вернемся к самому Донингтону Вообще до самого этапа стоял вопрос Поеду ли я или нет Так как Донингтон является частью DLC British GT Pack Я уже готовился к тому, что пропущу данный этап и поеду с третьего этапа Причем в Голд Лиге Но за два дня до начала этапа начались скидки на все игры 55 Games Которые и относятся к уносу Соответственно я купил DLC и стал готовиться Трассу до этого я катал исключительно во всяких аркадах Поэтому у меня был почти нулевой в кат и надо было за два дня научиться ехать быстро по Донингтону Что же, с этим мне более-менее удалось справиться 18 место в квалификации говорит об этом Тактику на гонку я решил избрать такую же как в полирикаре Остановку в середине гонки с дозаправкой и сменой резины И готовился я именно к этой тактике Но если бы я знал, что тактика изначально была провальной Эх, ладно Перейдем к старту гонки 18 место в подобных гонках это не самое лучшее место Так как с большей долей вероятности можно попасть в стартовый замес К тому же трасса этому способствует Первый поворот, все проходит более-менее Я теряю конечно 4 позиции Но лучше позиции, чем машину Далее у нас идет скоростная часть трассы Которая подводит нас к четвертому повороту Пред собой я вижу борьбу нескольких машин За счет которой они проходят просто бок о бок И я смог приблизиться к этой паре пилотов И в пятом повороте я иду на внутрь Так как мои оппоненты занимают внешнюю И тут Макларен на внешке сносит в мою сторону Так как у него произошел небольшой контакт С другим Астоном, который шел по внешке Как итог, меня Мак убирает на траву Благо я не теряю контроль И смог удержать машину на траве Итог, последняя позиция в пилотоне Ну ладно, самое веселое еще впереди Перед шиканой я догоняю весь пилотон Ииии Тут происходит главный пиздец По другому не назову В шикане разворачивает Макларен И вместо того, чтобы просто встать на месте И ждать пока все проедут Водитель Мака решил Надо бы нажать на педаль газа И ускорить процесс контакта с приближающимися машинами Как итог, происходит контакт с Астоном под номером 777 Который отлетает от меня И все На этом моя гонка по сути заканчивается Я получаю почти 18 секунд ремонта И решаю перейти на альтернативную тактику Заехать, заправиться, отремонтироваться И поменять резину Ииии Не буду долго тут рассказывать Итог таков Что я толком не поехал на этой стратегии Я решил сойти в боксах На самом деле я мог просто подождать до окончания гонки И потом проехать, чтобы получить очки Но в этот момент я об этом не подумал И так заканчивается второй этап Кубка Раф Третий этап Кубка Раф Это у нас Хунгароринг Что же, после схода в Долингтоне Я ждал видеть себя в Голд Лиге Но я спокойно прохожу в Платину А значит, надо вновь упорно кататься к гонке Венгрия это та трасса, на которой у меня уже есть опыт в эндюрансах А соответственно и понимание, как лучше поступить по тактике Скажу наперед Выбор в тактике оказался хреновым Как обычно Ну ладно, поехали по порядку В практике я старался катиться в Астон на Хунгароринге До этого я гонял на Бентли и несмотря на довес в 30 килограмм Удавалось ставить время минут 33.5 в квале Так что на Астоне я планировал то, что буду ехать около 33.0 Но я быстро осознал то, что Венгрия это самая худшая трасса для Астона В квале я смог поставить лишь 33.4 Что конечно же неплохо Вот только по итогу это 28 место на старте А я напомню Это Венгрия Обгоны на этой трассе не предусмотрены уже были в проекте самой трассы Знаете, вот пришли делать трассу и сказали Нам нужна узкая, короткая, обгонная Ну вот про третий пункт немного как-то забыли Ладно, окей Будем стараться как-то обходить кого-то Плюс мы стартуем в конце Мы сможем пропустить начальные замесы во первом и во втором повороте Ну самое главное еще самим не устроить такие замесы Ладно, старт гонки Я стараюсь аккуратно пройти первый круг Первый поворот проходим гладко Далее рывок ко второму повороту И тут происходит раннее торможение моего оппонента Я влетаю ему в жопу И по итогу за этот контакт мне дают 10 секунд В принципе заслуженные 10 секунд Потому что виноват в этом был я Как итог, последняя позиция Немного урона И вторая гонка подряд в жопе До своего пята мне удалось отыграть несколько позиций За счет ошибок оппонентов Но после пята я вновь откатываюсь в самую жопу Так как стратегия с дозаправкой и сменой резины просто не работает Ну да, сейчас бы ожидать работы стратегии на трассе с минимальными шансами на выгон Окей После пята я помчался догонять своих оппонентов Что я сделал И застрял позади них Сначала это была Ауди Потом это был Астон В обоих случаях мне пришлось поступить как последний, извините меня, гондон Я воспользовался синими флагами Так как я был позади все-таки оппонентов И пускал лидеров плюс-минус так Чтобы мне было удобно вместе с лидером Сразу пройти моего оппонента впереди Так я разобрался и с Ауди, и с Астоном И от обоих соответственно уехал Трюк подлый Конечно же не спорю Но когда ты сидишь за оппонентом Который медленно тебе на секунду, а то и на полторы Ну извините Главное уже просто было обойти По итогу гонка заканчивается на 27 месте Даже удалось что-то отыграть от стартовой 28-й Покчамп Но это слабо утешало После отличного старта в поле Рикария Проходят просто две ужасных гонки Ну ладно, не будем унывать Далее по списку нас идет к елами Ладно, если меня за это не выебут Блять, чуть сам не выебался Итак, к елами Как и с хунго-ролингом У меня был опыт езды в эндюрансах Да, только этот опыт езды в эндюрансы Мне ничего не дал в хунго-ролинге Ну ладно Причем, относительно недавно Мы ездили как раз 6 часов перед этой гонкой Естественно, машина была тот же Астон Поэтому я знал, что от него ожидать Плюс, я сразу же выбрал Правильную стратегию Я отказался от той стратегии С дозаправкой смены резины Поэтому мы поедем на Другую альтернативную стратегию Которую вы увидите уже в начале гонки Погода в гонке у нас ожидалась Достаточно жаркой Как и сама гонка Из-за чего я не сразу смог понять Почему темп у нас отличался От того, что я видел на эндюрансе Когда мы как бы используем Другие тормоза И машина едет медленнее из-за этого Потому что тебе приходится раньше тормозить Ну окей В целом этого темпа хватало в гонке Поскольку он всех был одинаковый Главное было просто не обосраться в квале Так же как в фунго-роллинге Ииии Тут те, кто смотрел квалу В киллами приготовили уже свой кекв Нет, в квале я никого не убил Круги проехал более-менее Но стартовое место 32 Из 33 Дэм Отличный начало этапа Просто супер Ну ладно Окей Есть в этом и плюсы Я не буду находиться в центре главного замеса В первом повороте Тактика на гонку Которую я выбрал Это заехать на первом же кругу Залить 1 литр Чтобы засчитало Пит-стоп И потом ехать до конца Итак Старт гонки Первый поворот Я ожидаю лютый замес В нем должно было убраться бы 7-9 машин Но Все проходит плюс-минус гладко Лишь пару машин из топ-10 убралось Отыгрываем пару позиций А далее пытаемся найти место для атаки Двух астанов Которые едут перед нами Половину круга эти астаны Идут бок о бок Я стараюсь найти щель для атаки Как по заветам сены Как бы если ты видишь щель И не идешь в нее То ты больше не гоночный пилот Но никак, к сожалению В шпильке в конце второго сектора Мне удается поравняться с одним из астанов За счет лучшей траектории А также чуть-чуть лучшего выхода Бок о бок мы едем с ним К повороту под названием Крокодил Я решил взять внешнюю траекторию И тут происходит небольшой контакт с астаном Но благо без особых последствий Еще поравнялся со следующим астаном Но далее идет предпоследний поворот Под названием гепард Который бок о бок пройти почти невозможно И тут перед последним поворотом Я вспоминаю Черт, мне же надо было заехать на пид И что мне придется теперь делать А именно заезжать на следующем кругу На старт-минешной прямой У нас также еще пара человек Оказывается в небольшом замесе И также еще ауди Там немного пострадало И за счет этого мы еще отыграем Три позиции А гонка-то уже налаживается Уже едем 21-е Да, несколько человек свернуло в боксы Но все-таки 21-е С зеленым астаном я решил расправиться до бокса Благо удается перетормозить его В затяжном правом повороте В начале второго сектора В конце второго круга Сворачиваю таки в боксы Заливаю этот несчастный 1 литр И начинаю ехать в свободном пространстве Догоняем впереди идущие астаны После пита был очень хороший темп За счет которого удавалось отрываться От позади идущих И постепенно подъезжать к впереди идущим К концу восьмого круга я вышел уже на 19-е место А впереди еще много кто не останавливался Но сзади были две проблемы Первая это была Ауди под номером 27 А вторая это Астан под номером 463 Я видел их темп и понимал Что смысла бороться с ними нет Проще будет аккуратно их пустить Чтобы не терять время в бессмысленной борьбе В которой они меня все равно пройдут На трансном круге я пустил одного А двумя кругами позже и второго После Ауди, который я пустил ранее Дали ДТ за инцидент на втором круге А также один из Астанов впереди разбился В предпоследнем повороте Как говорится пресс-ф тупый респект И к 21-му кругу я занимал 16-е место Что очень неплохо Относительно моего стартового За 25 минут до конца гонки Темп был достаточно посредственно Потихоньку меня начал догонять Позади идущий пилот на Ферраре под номером 354 И за 24 минуты до конца он шел в полусекунде позади Что начинало меня немного напрягать Но особенность с киллами в том Что даже имея полсекунды преимущества в темпе Это тебе ровным счетом ничего не даст За все время преследования А именно за 16 или 17 даже минут гонки Феррари не смогла предпринять ни одной атаки По итогу я держал Феррари в полусекунде позади Почти до конца гонки И в принципе шел комфортно Уже даже в какой-то момент нормально поехал На последних минутах люди начали заезжать в бокс За счет чего удалось выйти на 15 позицию Также пилот Феррари к сожалению совершил ошибку За два круга до финиша И наша борьба с ним была окончена В последнюю кругу мне удалось отыграть еще одну позицию Скорее всего водитель Порше неправильно рассчитал топливо И ему пришлось заехать на еще один пит На котором он залил несчастные пару-тройку литров Которые ему не хватало до финиша При его выезде я думал что не успею поравнять с ним до торможения Но по итогу мне удалось поравняться И в первом повороте еще перекрестить траекторию И выйти на 14 место Самое главное было его просто довести Что я и удалось сделать 14 место по итогу гонки 18 отыгранных позиций за 1 час гонки В квале я не смог нормально проехать Но в гонке удалось показать максимум За счет такого результата Последнюю гонку сезона мы также проведем В платиновой лиге Последней трассой станет знаменитая Имала После которой мы уже и подведем итоги всего чемпионата Гонка состоится на этой неделе 17 числа в 8 вечера Так что обязательно ребят приходите Поддержать так сказать Посмотрим как пройдет эта гонка Ведь у нас по итогу было уже 2 плохих гонки И 2 в принципе неплохих Может быть имела станет прям лучшей гонкой И мы сможем прорваться даже в топ 10 Ладно на этом буду завершать Наше сегодняшнее повествование Ребят подписывайтесь обязательно на канал Ставьте колокольчик чтобы не пропустить новые видео Или же стримы Вступайте в группу вконтакте чтобы не пропускать анонсы ближайших стримов А также если вы хотите поддержать канал То достаточно поставить лайк И написать комментарий Тем самым вы поможете продвижению данного ролика С вами был Вархаммер И скоро услышимся Есть! Пол пилотона прошить Сюда! Сюда! Сюда!